здравствуйте друзья доброе утро отвечаю на вопрос нашего зрителя своими словами изложу вопрос не распечатал мужчина 46 лет он говорит вот спрашивает меня лично хочу знать ваше личное мнение по вопросу не поздно ли в 46 лет он три года назад вышел из бизнеса что-то там случилось и вот не может сейчас найти работу живет санкт-петербурге и в общем то вот говорит единственное что меня останавливает от того чтобы от эмиграции он не говорит сша но но я так понимаю что если вопрос ко мне то наверное речь идет о переезде в сша единственное что его останавливает он не знает найдет здесь работу и давайте я тогда начну потихоньку отвечать и вот первое что я хочу сказать не совсем понятно что там за ситуация у него почему потому что когда он говорит что не может найти работу в санкт-петербурге наверное он хочет какую-то такую работу ну вот которую может быть там не так просто найти потому что мы знаем что в санкт-петербург съезжаются люди в москву там со всей россии не только россии и они там где-то работают и живут и не то чтобы он готов видимо на любую работу так я это понимаю ну иногда бывает что работа как бы есть и даже ее много но просто жить на зарабатываемые деньги невозможно так тоже бывает поэтому может быть может быть это тот самый случай но не сказано четко в вопросе поэтому мне немножко сложно переносить на американскую действительность и вот мы как бы за эту ниточку сейчас будем пока тянуть дело в том что иммиграция это не не то когда допустим поехал на заработки вот человек живет живет на месте у нее там работы нет вот он поехал куда-то вот допустим приехал человек из таджикистана в москву он не иммигрировал он просто поехал на заработки он до или там из мексики приехал в сша и он тут зарабатывает и ходит через границу туда ходит сюда ходит там как-то он ходит и такой как бы лимитчик безлимитный он еще от этого не становится иммигрантом иммигрантом он становится тогда когда меняет одну страну на другую или хотя бы он ментально это делает и он ментально уже иммигрант хотя дальше у него вопрос как он конкретно легализуется как дальше у него жизнь там сложится и так далее но выбор страны сделан и он теряет связь с одной страной или так она остается символической и все-таки у него все корни уже в другом месте и на вопрос там поездить и домой так вот он думает о той стране где он живет сейчас они о той где он думал раньше жил ради поэтому как бы вот происходит такой сдвиг в голове в физическом таскать его местонахождение и так далее так вот поехать туда где есть работа это еще не иммиграция и если это иммиграция тогда немножко проще когда человек ментально говорит я уезжаю в другую страну жить и вот в данном случае человеку с учетом пенсионного возраста американского 67 лет для мужчины то ему еще 20 лет работать вот ну ну как вот представьте себе сколько вам лет там должно быть вашей стране что если вам еще 20 лет работы это в общем-то мужик такой вполне молодой у него вся жизнь может сказать впереди да по любому стандарту 45 лет человек у которого впереди еще довольно много поэтому значит он как иммигрант он говорит я меняю страну это процесс это не то что вот я приехал с самолета сошел меня тут же поставили на какое-то рабочее место я уже получаю вдвое больше чем получал народе это не так обычно происходит то есть так тоже бывает но это уже редко совсем редко и это не то что является как бы таким набором молодого бойца иммиграции да значит молодой боец иммиграции он понимает что это процесс он растянут во времени и уходит скажем 5 но может быть 7 лет для того чтобы стать тем чем ты можешь вообще стать на в новой стране на новом месте то есть ты полностью адаптировался и как бы ты готов показать искать всю свою мощь поэтому человек который в иммиграции он не претендует на то что его первая работа это даже самая работа который у него будет там через пять или через семь лет абсолютно он гангет на счет начинать вот он с чего-то начинает я знаю людей которые за два года меня ли там мест 15 работать чуть не каждый месяц куда-то переходили начинал с кочегарки там бросал уголек но там побросал три недели еще куда-то ушел там сверху два доллара получил в час да потом там опять куда-то пошел еще куда-то пошел за одно язык получил с людьми познакомился там местность освоил на автомобиле и так далее происходит социализация поэтому дело такое значит вы в иммиграции ты клювом уже так не щелкаешь правда ты ты берешь ту работу которая есть и ищешь такую которая лучше и совершенно не обязательно ту которая должна быть уже через пять лет вот она через пять лет может и будет а сейчас нет и это нормально если это ненормально сидит дома и никуда и не морочь никому голову себе в первую очередь значит если человек говорит ну хорошо вот я я согласен да действительно вот как бы имеет смысл я готов несколько лет быть в пути с тем чтобы значит оказаться в хорошем месте это далеко не каждый может я видел людей которые истерики закатывали год я таких ну там свои там может быть там даже и не 45 а там в тридцать восемь так я что же теперь должен заново доказывать кто я такой конечно хочу у тебя проблема доказать кто ты такой так ты а ты какой тебе еще доказывать есть чтобы показать почему этот этот которым я сейчас говорю он был программистом таки таки что должен заново так конечно потому что он не был программистом он был фуфло настоящее фуфло он вырос потом во что-то поприличное но он не был поэтому надо заказывать конечно но если ты что-то из себя представлять чудака покажи класс и все не можешь показать класс ну так и я не знаю у тебя есть много выборов начиная от того чтобы вернуться домой и окончает тем чтобы ну как сказать отнестись к проблем без эмоций и просто двигаться дальше нормально так вот профессия возраст этапы большого пути тут еще есть тонкий момент дело в том что очень массово как бы люди воспринимают переездом из страны в страну на уровне того что я с этого буду иметь прямо сейчас и мысль о том что вот допустим если я не перееду в другую страну то что со мной тут будет через пять лет через десять через двадцать через тридцать когда я выйду на пенсию доживу ли я вообще до пенсии то есть какой мой шанс на природа вот мужчина ему 46 лет какой его шанс дожить до пенсии у себя на родине но я не я честно в этом я знаю что изменения вроде какие-то произошли с пенсионным возрастом ну ну допустим даже вот там до 60 лет какой шанс мужчины статистически в россии дожить до 60 я не даже я не спрашиваю как дожить там если у него там есть на здоровье потенция там я даже не спрашиваю вообще дожить и ну поройтесь да там погуглите это же есть такая информация вот какой у него шанс дожить до этих 60 не такой большой знаете как вот допустим где-нибудь еще во многих других странах западных например совсем не такой большой шанс поэтому как только вы на эту тему начнете соображать задумаетесь да то к вопросу о том я бы иначе тварь единственное что меня удерживает это не я не знаю будет ли там работа добавится еще один как только я подумаю что я здесь там проживу еще 10-15-20 лет то я уже даже и не спрашиваю будет ли там работа и какая она будет ну так условно да если начнете начать об этом думать тут вообще кранты да значит вот мы поговорили на эту тему рассвет иммиграции в возрасте у меня кстати есть плейлист который называется путевка в жизнь и там идет разговор о разных возрастах там то ли 7 то ли 8 видео где расписывается по возрастам но следующий момент вот какой следующий момент состоит не в том будет здесь работа и какая работа здесь вот сегодня прямо вот мы сегодня находимся в таком месте я имею ввиду всю страну не только вот там кремниевую долину где вот по которому сейчас колесим полно работы любой с английским без английского того конечно денежка зависит от квалификации там и так далее вообще насколько хочешь работы какой хочешь работы работы на здоровье живи там кушай ходи на пляж там и все такое никто тебя не обидит нет не отнимет копеечку эти но это меняется во времени то есть бывают времена когда с работы похуже бывает времена когда с работы получше вот сейчас у нас такое пиковое состояние ну там скажем за последние лет десять но для 10 назад как раз кризис был вот за последние лет 10 мы сейчас очень хорошо стоим так ведь замечательно что будет дальше мы не очень знаем поэтому тут понимаете да то есть как бы а так работа есть никто вас по возрасту дискриминировать не будет но возникает другой вопрос не менее актуальный это вопрос о том ну допустим работы полно и это работа не только сейчас а вообще всегда вот просто всегда а как вам добраться до этой работы вот вы допустим готовы уехать из россии из санкт-петербурга соединенные штаты а в соединенных штатах просто так разрешить на работу никому не дают точнее никому не дают за исключением нескольких исключений вот каких-то таких специфических ну вот там женился на гражданке сша ну да конечно но вот лотерея которая все закрыть на ряд никак не закроют там выиграл лотерею green card ну молодец вот тебе green card и разрешение на работу вместе с ней что там еще бывает политическое убежище бывает вот тебя обижали в санкт-петербурге ты там на демонстрации ходил а теперь тебя возле дома поджидают там скажем с кувалдой и ты боишься домой ходить там и тогда ну например я вот утриру значит то есть какие такие должны быть я не знаю может ты какой-то религиозный сектант и тебя там запрещают или террористам объявляют ну что-то или там по секс меньшинством какие-то у тебя проблемы поэтому если просто ты живешь просто живешь и говоришь что-то с работой плохо не эмигрировать ли мне ну или просто заработки не поехать так тоже доказал посмотрим там если что а ты как бы не то чтобы вот понимаете кому кому-то было интересно и чтобы тебя тут ждали и чтобы тебя дали разрешение на работу что существенно нет вы можете приехать как турист если визу дадут из-за хорошо дают относительно хорошо россиянам вот приедете как туристы пойдете значит там работать в нелегалку нелегальные работы полно сколько хочешь нелегальные работы вот настройки например пожалуйста где-нибудь там со старичками сидеть в ресторане но где где оборот наличных есть да там где люди платят платят наличкой они карточкой там там есть такая работа наш ресторан гостиница там какой-нибудь там парк аттракционов я не знаю есть такие есть такие места вот пожалуйста можете да конечно такая такая работа есть вот поверьте в майами там туристов много вот вот такие места майами там не только майами вообще во флориде много таких мест это пожалуйста это пожалуйста такие места есть но в общем это не то что вот я не знаю может быть вам уже не стоит тогда из петербурга ради такой вот работы нелегалом где-нибудь там в ночлежке по 20 поедетам по 15 часов в день чтобы конце концами сводить я не знаю стоит ли вот поэтому такая вот интересная такая интересная штука значит и стоит ли это вопрос на который кроме вас никто не ответит часто скажите вот есть ли смысл кому есть кому нет и отвечая на вопрос есть ли смысл самому себе отвечает очень хорошо понимать о чем речь что ты сравниваешь вот это вот то что у тебя сейчас вот все что у тебя там будет а что у тебя там будет ты знаешь вот ходят здесь толпы людей которые ноют и плачут и все и в америке не так понимаете и все и мне так и возникает о чем не уедут ну и ё-моё вот им там было там они были все а здесь они не ничто чтобы им обратно туда где они все а проблема в том что они и там были ничто если проблема не в стране а лично в тебе так то от себя ты точно не уйдешь какой же смысл пойти какой же смысл не уходя от проблемы которые есть ты сам уезжать из страны где тебя содержат за то что ничего ей не даешь на высоком уровне да в страну где тебя вообще содержать никто не собирается никак ни на низком не на высоком ну или например содержит но на очень низком и еще и не посочувствует не скажет ой ты бедненький ты несчастненький как мы перед тобой провинились что ты ничего в жизни добиться не можешь правда поэтому такая тоже вот есть иммиграция а как кандалы раз потому что от себя ты не уйти чек повязан он повязан не страной сам собой повязан и не может вот он сидит вот так вот и ноет и ноет и но это если есть кому слушать понимаете да потому что на самом деле слушать тоже не каждому есть время потому что люди заняты делами вот как я доеду на работу и и они тебя слушать не будут а просто пойдут нафиг и все на самом деле у тебя и шансы не будет с ними встретиться и поговорить и пожаловаться но можно в соцсетях вот там есть читатель вот а так люди которые при деле ты с ними не пересечешься просто вот такой рассказ счастливо а